С наступлением нового года аналоговое телевидение не исчезнет. Его отключение перенесли на лето. А это значит всем, у кого рядом с логотипами каналов буква А, надо пробовать переключать телевизор на цифровой сигнал. Если не получается, нужна специальная приставка. Стоит она в среднем 800-900 рублей. Для пенсионеров и инвалидов это порой большие деньги. А ведь они льготники и могли бы получить ее бесплатно. Но во Владимирской области, оказывается, к сегодняшнему дню чиновники не проработали механизм выдачи компенсаций за телеприставки. Действительно, в бюджете нет сейчас этих выплат. Мера соцподдержки будет, безусловно, каким-то образом рассмотрена и решена. Мы знаем количество граждан, которые нуждаются в мерах социальных поддержек. Знаем эти категории. Эта цифра тоже сейчас уточняется. Но даже если зритель самостоятельно может купить приставку, не факт, что он увидит цифровое эфирное телевидение. Ведь все антенное хозяйство у нас разрушено еще с начала 90-х годов. Антенны на крышах многоквартирных домов либо покосились, либо упали, либо их нет вообще. Директор областного радиотелевизионного передающего центра бьет тревогу. Его организация наладила оборудование для приема цифрового эфирного телевидения, а принимать его не на что. Эти антенны завалили, потом ремонтировали кровли, завалили, не восстановили. И это хозяйство у нас, в общем-то, загублено. И поэтому человеку хотелось бы смотреть бесплатно эфир, но только он не может. Потому что дом многоквартирный, а прямой видимости с мачты нет. Поэтому принимать ничего на комнатную антенну не будет. Директор ОРТПЦ просит зампредседателя облпарламента Романа Кавенова помочь. А именно, законодательным путем обязать управкомпании восстановить антенны на крышах многоэтажек. Вопрос явно не в компетенции парламента нашей области. По сегодняшнему законодательству, антенны управкомпании должны восстанавливать только по решению собственников квартир. Приниматься такое решение должно на общих собраниях жителей многоэтажки. Директора ОРТПЦ настолько волнует вопрос, что он вышел с ним на общественную палату. Понимая, что в нее входят узнаваемые люди, которые могут поспособствовать решению проблемы, Виталий Чубарин попытался сделать членом общественной палаты комплимент. Но председатель Наталья Юдина, видимо, этого не поняла. Я понимаю, что общественная палата – это лучшие люди здесь. Это как бы сливки нашего Владимирского общества. Мы так себя не позиционируем. Что? Мы так себя не позиционируем. А я думаю, что лучше. А, нет, тут все самые худшие. Ну, тоже неплохо. Хорошо. В итоге к проблеме решили подключить волонтеров. Многие и так присматривают за одинокими стариками и инвалидами. Заодно проконтролируют, чтобы те вовремя перешли на цифровое телевидение. Кстати, 2018-й – это год добровольца. И тех, для кого волонтерство – не пустой звук, а образ жизни, сегодня наградили почетными грамотами. Александр Инин, Егор Хребко, 6 канал.